Привет непрофессионалы и дилетанты, всем бонжур, мы продолжаем вести Red Star к победам, да, и клуб Барселона Б приглашает нас пройти собеседование. Барселона Б это даже Барселону, переименовали Барселону Б, Б значит Бугну. Это чтобы, это чтобы все знали, да, то что Бугнов, да, может, Субисарет, он же не дурак, он видишь как улыбается. Он знает, что Бугнова надо приглашать всех в команду, даже переименовал, представляешь, Барселону, но это, это, здесь, Бош, Бош, представляешь, тренирует Барселону, да, катились. Да, Белош, Бош, извини, лучшего тренера взяли, да, Фернандо, очень перспективный. Да где он перспективный? Перспективный это Путин, а это кто такой, Фернандо, перспективный, Барселона юниоры. Что у вас, это лучшее? О, Академия Барселоны находится в одном месте, ну, это, видимо, неплохой какой-то игрок. Его надо, его надо исследовать, почему я не могу отправить скаута, да, я хочу посмотреть, что это за игрок. Так вот, у нас впереди матч с Ашо, предыдущую игру мы проиграли команде Стат Де Реймс, да, статистика наших игроков была не впечатляющей, да, после зимней паузы не смогли войти в колею. Ну, в принципе, по статистике матча, да, тут было равенство полное, да, но единственное, что им больше повезло, хотя у нас точных передач было процент, процент Барака был ниже, да, Ну, по единоборствам мы больше уступали, но зато верховые единоборства выиграли. Им повезло, что они забили холл, мы тоже могли забить, но там невезение, и это все привело к поражению. В результате Ред Стал уже, уже не такое большое преимущество имеет. Наши противники Сашо, Монбильяр, команда достаточно серьезная, если посмотреть на их состав, если посмотреть на их состав, да, то тут можно понять, что команда действительно крепкая, такие нападающие, знаешь, как Металаглу, Горан Пандев и Хиляль Судани, Ну, Судани не такой известный, может быть, да, но по показателям достаточно крепкий форвард Металаглу, это вообще легенда, ну, как легенда, для нашей команды это очень серьезный противник, Костас Металаглу, но у него ускорение маленькое, и он подох, видать, играл, Сашо, подожди, Ну, они играют, ты нападающего, конечно, он дохнет, без фланговых игроков, слишком большая нагрузка на них ложится, да, И Металаглу, видимо, там забегался, ну, потому что Пандев, Пандев-то готов, так, Шантаме, этому игровой практики не хватает, Этот, этот, утомлен, ну, у них недавно матч был, у них матч был, они все передохли там, понимаешь, Вот что значит игра на день позже, да, даже на два дня, вроде два дня, что они решают, а у нас игроки, ну, тоже не восстановились полностью, да, после матча, Ну, у них проценты вот эти чуть-чуть повыше, и в конечном итоге, за счет физики, мы можем постараться, постараться навязать Сашо свою игру, и, впоследствии, одержать победу. Итак, отчет нам принесли о Кальдере, ну, это, ха-ха, это смешно, понимаешь, такой отчет, мы подготовили, это они скауты, они профессионалы, страшные, и дилетанты, Кальдере, Это Шельдере, Кальдере, ха-ха, помнишь, Равшата, блин, за счетом, вот, получить отчет скаута, да, соберите хоть какую-нибудь информацию, шо это такое, ПАС-1-5, шо это, это смешно, вы мне с такими данными даже на глаза не появляетесь, у нас травмировался вот Куби Артур, это, думаю, думали, что Куби Брайан, взяли, блин, а он оказался, видишь, как, травматичным, травмоопасным, Все калеки у дублеров, у нас, еще вот этот есть, америкашка, он тоже калечится, как не знаю кто, имеет проблемы с травмами, я не знаю, кто его подписал, но, раз подписали, то подписали, какие вопросы День игры, шо, сейчас оценим наши, о ПСЖ, Марсель, кошмар, они их разгромили просто, понимаешь, ну, ПСЖ в чемпионате Франции только на девятом месте идет, представляешь, лидируют Марсель, и Марсель, видимо, решил, решил так, что все-таки ПСЖ это основной конкурент, потому что, Если так посмотреть, да, то Марсель по составу превосходит другие команды из лидирующей группы, а ПСЖ по составу может так прибавить, что догонит, да, и им решили еще один турнир дать сыграть, понимаешь, чтобы, чтобы они расслабились У этих Ибрагимович хитрик сделал, да, без вопросов, конечно, ПСЖ были посильнее, что касается статистики матча, да, вот точные передачи, видишь, не выполнили, ни те, ни те, норматив мой, но, тут надо учитывать, что это играли две классные команды Это было не просто так, понимаешь, команда там топ играет с более слабым соперником, но здесь по счету, конечно, так не скажешь, но ПСЖ, я думаю, что просто с реализацией моментов у них было намного лучше с точностью удара, вот, и нам сейчас предстоит, предстоит играть со шоу Как играть против такой схемы, разберемся, выбираем состав, в принципе, я выбрал, исходя из кондиций физических, все готовы, да, но единственное, я мог вместо туластной поставить клапанеса, потому что он все-таки более, как мне кажется, подходит Так, и сейчас, сейчас поговорим О, стопило Сузу, подожди, подожди, ну его же, а, его должны помнить наши зрители, да, потому что, когда я Спартак тренировал, победе в Лиге Чемпионов нас привел Вот он тоже, да, вот, потому что игрок классный Хорошо, что его нету сейчас у Сашо, потому что, вот, видимо, он действительно серьезная потеря Потому что я знаю, какой это классный защитник, и для Спартака, и для Сашо, ну это мирового, мирового класса игрок У него, судя, только он прыщалый какой-то стал, не было ли это, надеюсь, что нет Надеюсь, что все, все в порядке с ним будет, да, потому что, потому что хороший, хороший парень Играют они по своей схеме, значит, нам надо флангами больше играть, пусть крайние защитники у них побегают хорошенько, да Тактика, так, все, подожди Здесь, ну, тут бесполезно опекать очень сильное трое нападающих Я скажу так, что, давай флангами играем Так, утвердительно скажу, дадим фанатам повод для радости сегодня Путин должен, должен нашу команду сегодня попросить, я очень надеюсь По крайней мере, по крайней мере, должен свой уровень показать Кантел, куда ты выносишь мяч? Куда ты вынес? Ну, если ты выносишь... Ну, вот, ну, вот, стоп Стоп Вот я уже, уже не могу, да? Что происходит? Давай, вот Вот здесь, стоп Ну, никто тебя не атакует, Марле Зачем так играть? Вот, стоп Ну, он, ну, он далеко, понимаешь? Если не уверен в том, что не можешь отдать точную передачу Да, да ты хоть сюда можешь Откатить лифеу, ну, нахуй, наконец-то, а? Если ты в себе не уверен Ты выноси мяч в аут! Куда ты зарядил? Куда? Там нету никого, понимаешь? Из наших И он в итоге мяч В итоге мяч подарил, понимаешь? Игрокам сошел Ну, так, так дела не делаются О, это красная карточка Это красная Это красная Он Путина срубил под корень Да что? Конечно Это без Это без разговоров Тут двух мнений быть не может Взял и под корень, понимаешь? Срубил человека Это кошмар Так дела не делаются Судья Батя Ну, Батя красавец! Что тут сказать? Батя знает Толк В футболе, да? И видно, что профессионал Тут у Фу последней надежды Двух мнений быть не может Слети Хорошо Ну, Пеле у них в воротах стоит Ну, Сашу Пеле, это не шутки Какой бы это ни был Пеле Он хорошо Должен играть в футбол Да, ну и Сейчас честное преимущество У Редстара Надо его реализовывать Понимаешь? Вот С Макинджук на сети Сети, давай Хорошая подача Ну, забивать надо Такие голы Такие возможности Их нужно реализовывать Постоянно Что за беспредел Ребята Ну, куда ты, Марлет Грудишься В одно место Вы немножко Разъезжайте Пошире Играйте Ёлки-пал То, что играть узко Это не значит Что на одном пятачке Пасоваться Даже бесковские квадраты Мы разные разыгрывали И широкие И узкие И всякие Ну, ты зарядил Ну, Крапанес Молодец Принял Слети Это красавец На МСТ Девятый гол Хорошая Хорошая Передача Так Оффсайд Давай посмотрим Стоп 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 Ну, знаешь как На грани Но Нет Не было офсайда Потому, что Они сейчас Слети в офсайде Но надо мяч Если вернуть Крапанесу Там он как раз Будет Не в офсайде Тут Все идеально сыграно Ну, и обратите внимание Что игроки Сашо Что игроки Сашо Они не бросили играть Слети Красавец Дубль Ну, это не берется уже Это не берется уже Тут, конечно Ну, ты посмотри Это идеальный удар В девятку Это все Это гол Можно было сразу Сдаваться Да Молле Хорошо 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 Вы аккуратнее Играйте сейчас Не надо торопиться Крапанес Не торопись Ну, куда один пошел Смотри немножко На партнера Путин Ну, Путин Ну, как Ну, а Ты, елки Палки Ребята Ну, моменты Голевые Надо реализовывать Понимаешь 2-0 Это С таким соперником Как Сашо Это очень опытная команда Да, чтоб вы знали Я скажу так Нельзя расслабляться Ситуация на поле Может очень быстро Избедиться И это Знаете Это Я не шучу Если думаете Что Бугунов там Знаешь Байки травит И шутит Это неправда То, что у них Удаление случилось Да, это Это одно дело Ну, ты посмотри Что они делают Ты посмотри Что происходит Вы не позволяете Им так играть Вы должны Контролировать мяч 2-0 Это знаешь Это за минуту Можно отыграть Не взял А 3-0 За 2 минуты И были в футболе Случаи Когда и 3-0 Отыгрывали Так что Вы не особо Рассчитывайте Надо забить Третий гол Сейчас Ребята Ну, слети Ну, надо забивать Такие шансы Они тебе не будут Постоянно выпадать Да, у них Ой Ну, это, ребята Фол был на Путине Кропанес Не может передать Макенжув Макенжув Что это было? Макенжув О, да! Ну, повезло Что там Слети был Да, но Это опять Безадресная передача Попанес Не пойми Куда бил Попеле Хорошо Хорошо Все сделал Ну, добей Не, ребята С реализацией Кошмар С реализацией Кошмар Полный Не могут Понимаешь Забить гол В простейшей ситуации Да, бывает Сложнейший мяч Какой-то Непонятный Они забивают Да А в простейшей Ситуации Когда там Сам Бог Велел Забивай Не хочу Блин, они Не могут Канэ Давай, давай Давай Вперед Не вози Не катай Обыграй Обостряй Понимаешь Или нет Макендю Канэ Ну, хорошо Сейчас катают Это правильно Это правильно Сейчас можно Покатать Причем Покатать с обострением Как Баселона Ну, как можно Не забивать Эти моменты 23 удара 11 ствол И 2 гола Это смешно И ладно бы Там Ну, это Это Вот такой он забил Понимаешь Кантэ Девятый Да Здесь Знаешь Как Их Их не поймешь Они Они не забивают Удары с метра Да, вот это Вот завалил Представляешь Да, это Сложный Очень технически Исполнить Такой удар Понимаешь Да А он Он взял Его завалил О, это Еще одна Красная Что ли Да Представляешь Ну, все Сашу Сашу До свидания Две Красные Каточки Это уже Это уже Знаешь Приговор Ну, куда Ты Ребята Что происходит Это Это Что за Защита Такая Я не понял Это Кошмар Лефевр Литоград Что Что с вами Случилось Литоград Как Паралитик Ваще Стал Лефевр Ну, как Можно Как Можно Было Так Это Кошмар Это Кошмар У них Два Удаления Чтоб вы Знали Два И вы Им Еще позволяете Свои ворота Это Неуважение К себе Понимаешь Ты Или нет Лефевр Так Играть Это Позор Пандев Конечно Опытный Форвард Но Не надо Ж Так Подожди А надо Замеровать Они уже Они уже Не понимают Что происходит Их уже Возят Моды Об асфальт Так Подожди Туласне Выходи Вместо Слети Так Узида Надо Выпустить Освежить Немножко Диспетчерскую Линию Да Принять Изменения Давай Хорошо Туласне Пошел Ну потому что Потому что То что я вижу Сейчас Мне Категорически Не нравится Пропустили Гол Сашо В девятером А вы Голы Пропускаете От них Ну хорошо Это не оффсайт Это не оффсайт 4-1 Хорошо Ну здесь Посмотри Что происходит Слети Все таки Сделал Хеттрейк Получается Ну Путин Хорошо пробил Слети Открылся Забил 4-1 Ну да Знаешь как Вот этот Гол Пандева Он уже Испортил Уже испортил Все Нашим ребятам Картина Испорчена Если бы вы выиграли 3-0 Это было бы красивее Чем 4-1 Понимаешь Элементарно С точки зрения Игры в обороне Я как сам Бывший игрок Оборонительной группы Да Я Стараюсь Так чтобы оборона Была у команды Поставлена Да Тут Сашо уже отбивается Посмотрите Мы их возим Ну это Это здорово 5-1 Это здорово Потому что вы Вот этот гол Он с другой стороны Он их оживил Они уже бегать стали И знаешь как Оживились Так бы они доиграли 3-0 А тут понимаешь Они показывают Футбол До последней секунды Кропонез Бузи Туласне Ну сейчас им повезло И все Не ну разгромили Тут конечно Знаешь как Благодаря удалению С одной стороны Но с другой стороны С другой стороны Этого удаления ведь не было бы Потому что Путин это сделал Он три голевые передачи отдал Представляешь сегодня На нем заработали красную карточку Вторую красную карточку я не помню На контейншн заработали Но Путин настолько здорово Сыграл Думаешь он не забил Думаешь вот слетти красавец А на самом деле На самом деле Там посмотришь и ты за голову хватайся Потому что понимаешь Насколько это классная игра И если мы посмотрим Путина статистику По ударам плохо По передачам 84% Опять о чем я говорю У нас центр поля Кане, Канте, Макинджув Как сыграли Ты посмотри 92% точных передач 87% И 88% Это конечно достигалось После того как У них было удаление Да у Сашу Но все равно Это такой уровень Надо тоже показать У них то ослабление было Не в центральной линии А в линии атаки Потому что они Вынуждены были Вынуждены были отходить Вернее убирать нападающих Слети он свое дело Сделал голами Но по передачам Процент брака был очень большой Крапанес в этом плане Гораздо лучше сыграл Но не так результативно Ну и вышедшие на замену Там Туласне Туласне Гол забил Так что Ему плюсик Это дает Серьезный Ну и фанговые игроки Морле и Одди Тоже нормально По отборам По отборам Ну Вот ли февер Здесь не показана Его ошибка Может это вот Перехват его ошибка Да Вот она Не сделал перехват Понимаешь И там Там серьезная Серьезная ошибка Лефевера Она провела Голу Это кошмар Я за голову Складился Когда увидел Что там происходит Литоград Тоже две ошибки Допустил В опасной близости От ворот Одди не ошибался Канэ Да Тоже Тоже ошибался Не сделал перехват Но это хотя бы Вдалеке от штрафной Да Было Вот И И что касается Движения Да Обыгрыш Обыгрыши Слети Обыгрыши У Путина Посмотри сколько Обыгрышей Он Обходил Он уходил Понимаешь И на нем Фалили И на нем Фалили Вот Так что Я вам так скажу Это Это классный игрок Он принес нам В этом матче Конкретно победу И сыграли мы Не хуже Париж Сен-Жермена Но Пассажиры здесь Без удалений Да Они обыграли Ну А мы А что Соше команда Лиги 1 Считалась И никто не думал Что мы пройдем Но Дижон Вот справился С Леонским Олимпиком Да Я Знаешь как Если мы Попадем Допустим На Дижон У нас Будет шанс Пройти Кстати Победили все Хозяева На Дижон Потому что Ну Если Лиль Я не знаю Мы еще можем Победить Да Как Пассажир Будет сложно Потому что У них Даже Резервисты Если Основный Состав Будет Уставший Да Даже Резервисты У них Очень Сильные И Дижон Обладатель Титула Лиль Ну Давай Посмотрим Что у них Что у них За состав У Лиля Ну У них Очень Тоже Большой Набор Игроков И Если Взять Посмотреть На лучших Ну Знаешь Как Лучшие У них Ну Не Настолько Не Конечно Вратарь Вот Хороший Но Но Посмотри Да Даже Самые Лучшие У них Игроки Они Не Намного Сильнее Наших Конечно По Репутации Если Смотреть Да Это Классные Игроки Ну Посмотри Вот На Этого Жан Армель Канаб Биик Ну Мечта Геннадия Сергеевича Облова Да И На Наших На Наших Игроков Посмотри На Того Же Ну Я Не Знаю Кто У Нас Защитник Центральный Ну Допустим Литоград Да Вот Литоград То же Самое Ну Примерно Такие же Сейчас Лиле С Нет PSG Мы Будем Аутсайдерами Так что Я бы хотел Конечно Вытьти На Дижон Вот А Потом То Ku Ну Лили PSG Но В финале Чтоб Мы Там Мужа За Более Высокую Позицию Понимаешь Побололись Наразина Гораздо, гораздо лучше Конте заставил замолчать Болельщиков команды противника Забив Да, это было что-то невероятное Ну здорово, когда все получается Путин не реализовал множество голевых моментов Я скажу Я скажу так, что он провел хорошую игру Кропонез Кропонез нормально Сыграл Так, стренер считает, что Судья принял верное решение Конечно верное решение Ну елки-палки, там Было чистейшее Чистейший срыв атаки И это был фол последней надежды Потому что там Путин убегал Здесь даже таких вопросов Возникать не должно Справедливый это фол был или несправедливый А тут Журналисты опять показывают свой непрофессионализм Бубнул и хворотай Творил чудеса Где я такое сказал? Что это за бред? Он меня спросил Как сыграл Путин? Я ему ответил Он провел хорошую игру Не удалось забить сегодня А забьет в следующем матче В целом я доволен его выступлением Елки-палки Где хоть одно слово Про вратаря? Это кошмар Я просто возмущил Что за заголовок? При чем тут вратарь? Я такого даже не говорил Это все равно что я скажу Что Ловчев больше чем я эксперт И они тоже это напишут Они скажут Что Ловчев вратарь Понимаешь? Это кошмар! Футбол ревью с Н1 Это кошмар Сошел в тянутую ситуацию Со сподным удалением Понимаешь? Сомнительно удален Где он был сомнительно удален? Там не было сомнительного удаления Давай посмотрим Давай Если вы такие все умные Я аналитик высшей пробы Разберу этот момент Давай посмотрим Вот подача углового Отбились Что происходит дальше? Пандюк ведет мяч Теряет Куда попало заброс Сделает Тут ошибается Молле Мы эту ошибку разбирали Вот Смотри Мамбела допустил ошибку Что происходит дальше? Путин убегает Бежит к воротам Бежит к воротам Вот этого он уже явно убежал Здесь только Минса Впереди никого Ну посмотри на это Впереди никого нету Впереди никого нету Понимаешь? Он рубит Путина В мяч не попадает Ну какие Какие вопросы? Какие вопросы Тут по удалению могут быть? Понимаешь? Это чистейший Чистейший фол Последней надежды Я не знаю Здесь надо быть Кем здесь надо быть Чтобы думать А что здесь было? Это фол Последней надежды Ну это Блокировка Понимаешь? В ноги дал Еще возмущать Там был фол Говорит что он там Без фола выбил Нельзя Он в мяч не попал Что касается Второй классной карточки Тоже посмотрим Тоже разберем момент Что здесь было Да? Слети Макенчу В Канте Вот он пошел Канте его не видит Это Илама Харита Господи Еще одна мечта Геннадия Орлова Ну посмотри Ну прыгнул Двумя ногами Двумя ногами прыгнул Кошмар Ну куда ты прыгаешь? Это уже шаг отчаяния Там они уже птиковали Судья-то батька Понимаешь? Он Он это все понимает Он профессионал Вот И понимаешь И предъявляют Мне Вернее Они еще что-то спорят Да? Не предъявляют Спорят Тут чистый Чистой воды Чистой воды Это самое Нарушение правил Красная карточка Анализ игроков На MCT Лучший дриблинг 5 И Путина 5 ободок за игру Туласне Лучший показатель По ударам в створ Путин Идет вторым Ну это Это видишь как То что статистика такая Это же не просто так Вот давайте Окунемся в статистику Лучший По голам Это Давид Путин Потому что у него 15 голов 3 колевые передачи Уверенно лидируют И в лучшем рейтинге Так Ну вот здесь Это что? Это победы Ну победы Это не интересно Поражение Тут Гингам Безусловно лидер Игры Ага Вот они интересно Вот по голам Лидирует Путин На втором Диего Моралес Это по Голевым передачам Амарани Который мало матчей Кстати говоря Срывал Туласне По ударам в створ Лидирует Да Это что? Это Я не знаю Что это такое Это среднее соотношение Минуты голы Куралес Лидирует Да Это что? Это Лучший игрок матча Репара Чаще становился Это Желтые карточки Неудобно Вот этот скин Да Неудобный То что здесь Не пишут Что это такое Надо вот так вот Открывать Смотреть по красным карточкам Никто больше Одной не получал Это что? Это Это Преодоленное Расстояние Морле Много бегает Да И это что такое? Это Преодоленное За 90 минут Расстояние Не понятно Что тут Туласне Лучше Да Вот Еще Мне отчет Принесли Шельдере Кальдере Ничего не узнали Опять Дилетанты Двоечники Они Эти Суарес Коста Предлагает Еще одного Великого Футболиста Даниэль Кто такой? Что надо играть На пятерку? Но это По десятибальной Системе Так что Двоечник Слети Заслуживает Возвращение Сборную Да Что там Сборная Он заслуживает Знаешь Игры В лучших Командах Мира А не Сборную Так Ну что ж Я думаю Что сейчас Мы в жребьевку Будем смотреть Свершилось Чудо Нам повезло Страшно Да То что Мы вышли На Дижон Его еще Надо обыграть Конечно Да Но Это лучше Чем Суже И Лиль Пусть они Там друг друга Грозут Да Нам главное Победить Дижон Эта команда Отнюдь не слабая Отнюдь не слабая Мы глубину состава Не знаем Но можем посмотреть Можем посмотреть На основной состав И у них У них Очень сильные игроки Тот же Канэ Да Это игроки Уровня Первой лиги Чтоб вы знали Да Это Жордан Морли А это Случайно Не брат Так Подожди Информация Ну нет Не написано Но похож Чем то На нашего Морли Вот Очень сильные Игроки И это Знаешь как Ну Лучше Лучше конечно Чем ПСЖ Но все равно Слазиться Нам надо Ну и плюс ко всему Плюс ко всему Дижон это Действующий победитель Кубка Да Так что нам Там тоже Придется постараться Чтобы выйти в финал Ну и И План Тэ ко мне Подошел И говорит Я хочу играть В статовом составе Я этого вратаря Уважаю Я считаю Что он Достоин Выходить В статовом составе Я ему даю шанс Пусть играет Пусть ради бога Доказывает То что он Хорошо Может Действовать У него 6 игр Всего У Онлайн 23 Так что Пожалуйста В следующей игре Предоставляю Возможность Там будешь Тащить Останься В ворот А всем остальным Говорю спасибо За просмотр Удачи До свидания